Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Ум-Малик, мы продолжаем с вами изучать ссору Аль-Фатиха. Прошу подписываться, распространять, ставить лайки и комментировать, задавать вопросы. Эти вопросы или ответы на них я буду освещать, иншаллах, в последующих уроках. Итак, сегодня у нас урок, на котором мы подведем итоги и также узнаем новый материал касательно первых двух аятов. У нас первый аят — это Басмаля, и на прошлом уроке мы завершили с вами последнее слово разбирать с второго аята Суры Аль-Фатиха. Напоминаю, у нас нумерация идет в конце каждого аята, поэтому первый аят заканчивается, мы видим в окончании номер аята. И второй аят также в окончании видим двойку. Эти цифры запоминайте, потому что в Коране именно такая нумерация используется. Очень важно это гармония мадда при остановке, так как я вам уже говорила в предыдущих уроках, что остановиться в конце, если у нас есть долгий хак, последний, мы можем на два, четыре или шесть харакатов. И эта гармония одинаковых маддов должна соблюдаться. То есть, если вы первый аят выбрали остановиться на первом аяте, протянув два хараката, значит, такую же остановку вам следует выбирать, если вы останавливаетесь в каком-либо другом месте, в котором действует такой же мадд, или такое же правило. В первом и втором аяте в окончании мы видим маддарик ли сукон, то есть вот этот мадд, и мы можем остановиться и там, и там, в два, четыре или шесть хараката. Но важно, что если мы выбираем остановку в два хараката, то такую же остановку мы должны выбрать уже, как, можно сказать, нас обязывает уже в втором аяте прочитать так же. То есть, уже у нас нет выбора, кроме как читать так же, как мы читали до этого. В принципе, это действует с другими маддами так же, там, где есть выбор. Если мы хотим остановиться на два хараката, то мы будем читать следующим образом. То есть мы видим в первом случае мадд такой же длины, как и во втором случае. Если же вы выбираете остановку на четыре хараката, уже мы будем читать и там, и там четыре хараката. И это будет следующим образом. Такая остановка, она более часто используется чечицами. Так как в данном ревояте, который наиболее распространен, у нас есть другие мадды, которые читаются в четыре хараката. Их большинство – мунтасль, мунтфасль. И здесь есть вариации в четыре хараката. Поэтому легче их тогда гармонично один с другим сочетать и отработать как бы вот эту длину в четыре хараката везде. Поэтому, итак, если мы хотим читать при остановке шесть харакатов, то мы будем читать следующим образом. Теперь еще один момент, что окончание аята – это не говорит о том, что мы не можем их соединить, если по смыслу это допустимо соединить. Потому что конец аята – это не всегда окончание предложения или какой-то мысли. То есть конец аята не говорит о том, что это точка, например. Потому что они связаны, бывают аяты. Как и в этих двух аятах. Поэтому иногда мы видим, когда чечицы соединяют или один с другим, просто там где-то два аята. Или соединяют несколько аятов, если они маленькие аяты. Конечно, это требует дыхания. Но, тем не менее, это допустимо. Бывает так, что аят заканчивается. И еще какая-то фраза, которая продолжает смысл этого аята в начале следующего аята. И поэтому выбирают такой способ соединить, чтобы завершить вот эту мысль. При этом нужно обращать внимание, что если мы не останавливаемся в конце аята, значит мы читаем полностью голосовки. И при заучивании часто это упускают, лишают себя возможности соединять аяты. Потому что эти огласовки просто не заучивают, привыкают просто на сухуно останавливаться и не знают. Поэтому призываю, когда заучиваете, тоже их соединять, чтобы вы понимали, какая там огласовка в случае соединения. И попробуем соединить эти два аята. То есть в этом случае я соединила. И при этом обратите внимание, что мад, который в середине был, а ар-лахиин уже, он только два хараката. Мы здесь не можем потянуть уже больше, потому что мы на него не останавливаемся. И в конце я тоже остановилась на два хараката. То же самое я могу здесь остановиться и на четыре, и на шесть при желании. То есть в конце. Главное рассчитать свое дыхание, чтобы это возможно было сделать. И не получилось так, чтобы вы остановились из-за того, что дыхания не хватает, в каком-то вообще месте, которое будет или половина слова, или изменять значение. Для того, чтобы заучить более точно, более правильно, чтобы эти огласовки, как я вам вот сказала, не ушли от вас, не упустились, прописывайте, делайте прописи, именно как это пишется в Коране, чтобы у вас еще и память сохранялась не только визуальная, например, да, или когда вы пытаетесь это заучить просто на слух, а еще и когда вы понимаете, что здесь, например, Алиф сверху и снизу, то есть вы можете это уже написать. Поэтому я вас призываю также прописывать каждый аят, проверять, проверять, если вы вдруг что-то там, какую-то огласовку упустили, еще раз переписывать, обращать внимание, и пока не с вы с легкостью многократно не сможете без ошибок вот это сделать, да, то есть, когда вы уже научились без ошибок, еще повторите, повторите несколько раз, пока вы уже не будете чувствовать, что у вас уже никаких вопросов нету, и вы с легкостью этот аят пишите. Переходите потом ко второму и так далее. В комментариях одна из сестер спросила о том, как же избавиться от нозализации. Как я понимаю, нозализация в долгих харфах. В принципе, если вы понимаете, как нозализация вообще происходит, то есть нозализация – это звук, который выходит через нос. В этом случае, когда мы, например, произносим «смим» и «ну», у нас звук как бы делится, да, и перенаправляется, так как у него нет возможности выйти уже через рот, он перенаправляется через нос, он находит себе путь выхода. Такая же система может быть и с другими буквами, и в частности это часто бывает именно с долгими. Если вы не даете звуку плавно, спокойно выйти вперед, зажимая горло, часто это ощутимо в верхней части заднего неба, да, то есть заднее небо в конце, часто вы можете ощутить такое как бы давление из-за чрезмерного старания, напряжения. и тренировкой может быть, да, вот как раз то, чтобы вы почувствовали, что в этой, в этой, как бы в этом месте у вас отсутствует вот это давление, и звук выходит плавно, спокойно вперед. Потому что если вы зажимаете и не даете ему выйти вперед, то, соответственно, он ищет более легких путей и переходит в нос. И, да, например, с той же долгой буквой обычно, если вы и махрач еще зажмете, да, и выходит хи, хи-ним, хи-им, такой звук, да, например, а-р-ла-хи-им, потому что вы зажали, сузили выход, да, в рот, как бы из горла, махрач еще прижали, и звук, ему ничего не остается, как выходить через нос. Поэтому если вы все расслабите, дадите языку опуститься, да, спокойно вниз, если я нажму или напрягусь, вот эта чрезмерность, опять же, приводит к нозализации часто, а-р-ла-хи-им, да, то есть все, только просто напрягла, ничего другого не сделала, кроме как напрягла вот эту заднюю стенку, да, то есть верхнего неба в районе аль-лю-га, то есть вот этого язычка, который мы видим, да, если рот открываем. Все, значит, вам нужно пытаться как можно плавнее, спокойнее, без чрезмерности читать. И, иншаллах, если нету каких-то дефектов физических, да, конечно, бывают какие-то дефекты, какой-то нарост, например, который, ну, пусть Аллах убережет всех, но бывают такие случаи, когда, ну, физически просто какие-то там такие помехи, которые не дают человеку. Если этого нету, значит, вы просто делаете не те движения, да, вам нужно расслабить, попробуйте, расслабить, и, иншаллах, все получится. Тренируйтесь, пробуйте, и, иншаллах, задавайте свои вопросы, на них всех постараюсь вам ответить. Итак, мы закончили разбор первых двух аятов, иншаллах, в следующий раз перейдем к третьему аяту. За ваши вопросы, за ваши дуа, комментарии, за то, что смотрите, распространяете благие знания. Встретимся с вами на следующем уроке. Ас-саляму алейкум. А-рахматуллахи. А-баракет.